Идея возникла давно, так что организаторы, это неформальное объединение байкеров мира и основные члены едут. Есть у нас человек из Дикой дивизии, это Грозненский мотоциклетный клуб. Идея витала, как только закончились трагические события, что надо обязательно съездить, посмотреть, как люди живут после войны, что произошло, обязательно на мотоциклах, потому что таких пробегов у нас уже много, был в пятом году Грозный, Москва-Грозный, тоже были развалины, были руины, было тяжело ребятам восстанавливаться, тогда не было мотоциклистов, теперь уже есть мотоциклисты в Грозном. И соответственно, то же самое с Квенуалом, агрессия грузинская или там правильный режим, неправильный режим, мы без политики, я не буду сейчас говорить, кто в этом виноват и кто что натворил. Мы мотоциклисты без границ, мы ездим туда, где есть дороги, нет дороги, мы все равно едем. Хотелось бы добавить, что когда мы с этой идеей познакомили руководство Южной Осетии, то оно нас поддержало. Министерство по туризму, спорту и делам молодежи Южной Осетии, оно выразило огромную заинтересованность в том, чтобы такая акция состоялась, и они оказали всяческое содействие. То есть наш пробег, этот мото-машмир, он пройдет под патронажем правительства Южной Осетии. Соответственно, запланированы у нас мероприятия также и в Северной Осетии, в Увладикавказе, будет выступление и мото-каскадеров, и посещение детского дома обязательно. Мы по традиции хотели бы, чтобы в глазах детей тех учреждений, тех мест, которые мы будем посещать, мы хотели бы увидеть небольшую искорку радости и счастья, показать им небольшие, маленькие наши байкерские чудеса. Для этого с нами едут и ребята, которые будут выступать, показывать им возможности мотоциклов, возможности людей, которые ездят на мотоциклах. Мы им везем небольшие подарки от наших спонсоров, от «Союзмультфильм». Это для самых маленьких детишек, приготовили наша студия детская, приготовила комплекты дисков и DVD про игры. Все началось с того, что в 2005 году ребята приезжали в Грозный с первым мотомаршем. Это было как бы сигналом к тому, что уже война закончилась и идет мир. Детей они катали, дети были просто безумно счастливы от этого. Ну и естественно именно этот приезд ребят из неформального объединения байкеров мира послужил толчком к тому, чтобы байкерское движение в Чечне, которое до тех пор было таким неорганизованным и каждый катался сам по себе, оно организовалось в клуб, мотоклуб, дикая дивизия. И именно благодаря вот этим вот ребятам у нас появился клуб. Мы поняли, что узнали, что можно ездить, путешествовать. До тех пор мы просто так катались по городу. А вот сейчас мы объединились и очень тесно общаемся с ребятами. Они как бы можно сказать наши старшие товарищи. И теперь предоставилась такая возможность. Ребята пригласили поехать вместе с ними. Вот настоящий такой мощный пробег. И я очень рад, что у меня появилась возможность посмотреть, как это делают профессионалы. И что в дальнейшем появится у меня такой опыт будет в багаже. И у нас вот с этим мотомаршем прослеживается определенная вот такая как бы параллель вектор. То, что мы увидели в 2005 году в Грозном, то же самое сейчас творится. И таким же выглядит разрушенный цехинвал. Дело в том, что мы с Олегом уже побывали там, когда готовили поездку. И по приглашению правительства того же министерства, о котором я уже говорил, мы проехали в цехинвал. Увидели уже то, что там творится. И нам сразу же вспомнил тот разрушенный Грозный 2005 года. Но когда мы уже приглашали муслима, мы уже знали, каким сейчас стал этот город. Восстановленный, красивый, такой, какой он был в довоенные времена, еще даже красивый. И мы хотели бы, чтобы наш мотомарш мира, он помог южноосетинскому народу, помог городу цехинвалу стать таким же цветущим и красивым городом, каким стал Грозный. Но программа у нас достаточно обширная. Мы надеемся посетить и молодежный лагерь, такой для молодежи, который в горах в Южной Осетии, как бы поучаствовать там в молодежных мероприятиях. Мы хотели бы с североосетинскими байкерами посетить и Кармадонское ущелье, вот увидеть те места, где, помните, ледник Колка, который как бы унес столько жизни. Обязательно мы будем в городе Ангелов, если кто не знает, вот трагические те события в Беслане. И когда мы ездили в Грозный, мы были в школе, в разгромленной, разрушенной школе, где погибло столько людей. Сейчас в Беслане создан мемориальный комплекс под названием «Город Ангелов». Это очень такое место, конечно, наполнено горем и скорбью, но невозможно его не посетить, невозможно не увидеть. То, что мы не хотели бы, чтобы когда-либо повторялось нигде в мире, нигде, не только у нас в России, не только на Кавказе, но нигде, чтобы такого не было. И наше посещение таких мест, оно призвано, и мы хотели бы, чтобы оно вело к тому, чтобы этого не происходило. Планирован у нас с Украины участник, который в Ростове, мы надеемся, к нам присоединиться. А также нужно сказать, что обязательно будут северо-осетинские байкеры участвовать, и к нам в Алладе-Кавказе присоединятся еще байкеры из Дагестана. Также было направлено приглашение в Баку, в Азербайджан, бакинским ребятам. Из последних приключений и опасностей я не могу все-таки не сказать, потому что это оставляет как бы след все-таки в душе. Вот из последней нашей поездки по Северному Кавказу именно, и вместе с муслимом, вместе с чеченскими байкерами мы ездили в горы, и Тумкалинский район посещали. Это район, в котором, к сожалению, еще продолжаются боевые действия. Мы встречались с нашими российскими солдатами, которые несут службу по поддержанию мира и порядка в тех областях, в тех районах. У нас были серьезные, преодолевали дорожные препятствия. Знаете, работала техника тяжелая, обвалы горные, дождливая погода. Соответственно, попадали и в щебенку, попадали в завалы такие вот настоящие каменные. В Дагестане, скажем, когда мы были, вот долина реки Самур, посещали мы село Ахты, и такое святое место для мусульман, гора Шелбузак есть. И вот когда мы возвращались оттуда, был ночной ливень, долго продолжавшийся, и в горах он еще начался, когда мы были там. И когда мы спустились уже на асфальт, стемнело, был очень сильный дождь, и были много селевых очень потоков, которые вот дорогу как бы пересекали, преграждали. И в темноте очень трудно увидеть в свете фар, еще в дожде, что на дороге вот этот слой глины с камнями. И серьезное было испытание достаточно. У нас было три человека на мотоциклах было, и Влад Вульф с нами тоже принимал участие. Ну, выдержали мы, удержали мотоциклы. Было одно небольшое падение, но оно без последствий, как бы, все-таки преодолели мы эту дорогу, достаточно сложную. Байкеры без войны, это железный наш девиз, мощный, с пятого года, где горячие точки там мы. Но мы не хотим, чтобы была война, лучше вот так кататься, лучше веселиться, лучше сжечь резину, смотреть на выступления каскадеров. И, соответственно, ну, лучше ехать на мотоциклах, чем там танки везде ездят, и все такое. Мы против войны, миссия миротворческая.